здравствуйте уважаемые зрители меня зовут андрей кобилов и я автор канала моралист сегодня в этом видео мы с вами поговорим об очень важной теме она постоянно мелькает перед глазами и мы так или начать задумываемся об этом но в основном только тогда когда перед нашим взором предстают какие-то деятели или представители религиозных организаций например русской православной церкви или ислама или буддизма и когда они о чем-то говорят высказывают свою позицию тех событиях или тех нескольких явлениях или катастрофах катаклизмах с которыми мы с вами сталкиваемся и в чем мы с вами находимся все вместе пребываем однако помимо религиозных деятелей и помимо официальных точек зрения тех или иных религий существует еще и собственно говоря российское общество и общество мировое и вот в российском обществе к сожалению уже достаточно долго я бы сказал слишком долго не принято говорить о морали а нравственности всерьез и не принято такие темы делать основными темами нынешнего дня это иначе в других странах потому что в тех странах в других странах ситуация с моралью она просто катастрофическая и поэтому там эти вопросы являются острыми и основными вопросы о нравственности о морали о том что такое морали что это такое и где те нормы те принципы которые не надо нарушать и почему их не надо нарушать и конечно эти вопросы они очень острые и они очень болезненные и поэтому когда-то очень давно я начал заниматься изучением этих вопросов и уже много лет постепенно погружаюсь в постижение этих вопросов почему мне это интересно потому что мне бы хотелось не зря тратить свою жизнь и оставить действительно что-то нужное для людей это всегда связано с производством какого-то контента с производством медиа или написание книг или еще какой-то вариант где ты высказываешь те мысли которые могут помочь могут чем чему-то поспособствовать и одним из таких вопросов является вопрос нравственной то есть нравы людей современности что происходит со всеми нами почему это происходит и самое главное как это менять в лучшую сторону как из этого выбираться конечно когда ты являешься представителем определенной религии ты разговариваешь на языке который понятен другим последователям представителям этой религии этого течения этой истины но дело в том что на планете истин целый ряд скажем так и и утверждать тем более открытую что наша точка зрения является единственно правильной это уже значит бросать в вызов другим истинам другим точкам зрения поэтому существует духовная дипломатия существуют приемы переговоров установление точек взаимоотношений точек пониманий между двумя абсолютно диаметрально противоположными религиями философиями которые казалось бы не мог не могут договориться но они все-таки договариваются почему это важно почему важно договариваться потому что если свою жизнь строить по принципу я прав и не видеть никого вокруг не принимать не пытаться даже какие-то выстраивать отношения с этой и на и с этим инакомыслием то конечно это очень враждебное существование и очень агрессивная позиция не связанная с добром как бы ну не хотелось верить в свою личную святость все равно это с добром не связано вот тут такой маленький нюанс причем грань перехода от нормального гармоничного состояния к состоянию агрессивности враждебности и противоборством с прежде всего с богом она очень и очень незаметная люди незаметно переходят эту грань и потом они уже просто даже и не осознают что никакому богу они конечно же не служат и здесь не спасает не какие-то обряды не спасают ни молитвы ничего уже не спасет человека пока он действительно не покаяться то есть не остановится не прекратит эту ненависть эту вражду в том числе потому что покаяние это остановление агрессии в любом случае то есть без вариантов если вы хотите покаяться еще раз говорю с точки зрения христианства то если вы каетесь то вы в любом случае миротворец то без вариантов и вы уже не являетесь активным противоборцем никакой вы не воин и вы не против них не против вы никого то есть вы находитесь наоборот состоянии мира и гармонии сделать это чрезвычайно тяжело чрезвычайно трудно вот почему люди которые действительно по-настоящему и искренне искренне верят во что-то они как правило уходят в затвор они рвут контакты с обществом и не больше не являются социально активными людьми напротив они находятся в состоянии вот этого гармоничного общения с ну не всегда с богом конечно может быть даже самим собой поначалу естественно это зависит от уровня от того что дано человеку это по-разному бывает в разных религиях это бывает по-разному и в разных философских учениях еще кстати хочу сказать что не надо то что я сейчас говорю рассматривать с позицией своей религиозной школы или своей религии потому что таким образом вы не поймете ни слова совершенно ни слова я не занимаюсь вербовкой вот никого никуда ни к чему не призываю я занимаюсь тем что пытаюсь сейчас пока пытаюсь то есть они не это не активное действие пытаюсь начать диалог с теми кому это интересно такой диалог пока не начать но мне бы хотелось найти людей найти заинтересованных людей которым подобный диалог был бы интересен которым было бы интересно размышлять о нравственности а морали поскольку эта тема подчеркиваю еще раз еще раз мое мнение хочу озвучить является центральной и самой главной темой сегодняшнего дня именно поэтому она везде банится она везде закрывается и вы не увидите разговоров всерьез об этом ни на федеральных каналах ни в интернете то есть такого широкого обсуждения нет общие наши с вами проблемы нашего нравственного падения причем везде том числе и в религиозных организациях тоже нравственное падение везде наблюдается ныне дело не в том что доступность информации виновата в том что мы значит технологии виноваты нет на самом деле и технологии и доступность информации это следствие следствие духовного нравственного падения данный момент идет не рост духовный рост как думают некоторые наивные люди которые живут только в своем маленьком мерке и не видят вокруг ничего напротив мы видим как штормит планету даже не нашу страну только россию а вообще планету что происходит глобальные планетарного масштаба процессы эти процессы не случайны они не вчера начались но сегодня мы в начале 21 века живем в тот момент с вами когда эти процессы приобрели свою такую вот силу самую большую большую силу и и кажется даже и скорее всего что это не конец и катаклизмы и прочие вещи будут скорее всего нарастать да и это происходит из-за того что все мы мы люди всей планеты находимся в различного рода негативных почему-то состояниях и все меньше и меньше мы можем договориться все меньше и меньше мы понимаем друг друга все больше и больше человек начинает верить то что идея личного обогащения эгоистичного существования она является приоритетной человек вообще современный очень сильно меняется и меняется очень быстро он деградирует это не изменение к лучшему и к чему это может привести вот здесь я хочу сделать очень важный комментарий дело в том что человечество деградирует не в первый раз и каждая эпоха исторически даже из известной нам истории ну из из доступной я бы сказал из доступной для нас информации по истории мировой каждый человек находится в определенном ну вот в этом выборе то есть везде во всех эпохах это происходило везде была деградация которая приводила к войнам столкновениям к различным печальным последствиям это постоянно происходит на протяжении развития человечества и происходит это потому что действительно мы должны констатировать факт верим мы в это не верим мы в это в человеке есть нечто несовершенное некая основа который толкает его на совершенно невыгодные для него действия которые кажутся только выгодными но все заканчивается конечно трагедией и большинство людей идут этим путем большинство и только лишь очень немногие способность задать себе вопрос а что они делают то есть уровень осознанности достаточно высок у них потому что этот уровень осознанности он сам по себе ведь не может существовать если человек его не развивает не культивирует конечно он не появится сам собой и вот еще что я хотел бы сказать я хотел бы сказать что мне всегда было непонятно почему почему казалось бы на первый взгляд вот эта информация о нравственности о моральных принципах и нормах почему она не является центральной в общеобразовательных школах почему этому не учат детей почему к этому не готовят общество а напротив как мы видим это основная центральная тема она почему-то все время отодвигается на второй план или вообще ее нет об этом никто не говорит детям зачастую даже родители не говорят об этом своим детям если говорят то только с позиции ну хорошо это тоже неплохо своей религии да и то не всегда правильно говорят а в угоду опять же иллюзиям и заблуждениям то есть искажая истину искажение истины это то что происходит со всеми верующими людьми например фанатик любого вероучения это человек с искаженным взглядом на мир фанатик не может принять другую истину не в смысле просто принять теоретически а на практике то есть до такой степени у фанатика непринятие истины иной сильно что это физически просто заставляет его всего трепетать колокотать и он начинает говорить что нет я не могу этого принять ему нам что-то делать с этим то есть это психическое заболевание никакая это не вера на самом деле вера это очень сильное чувство и она отрезвляет человека делает его жизнь более осознанной человек находится здесь и сейчас его сознание воспринимает реальность не так как у человека который сомневается во всем и вообще ни во что не верит зачастую зависимость путают с верой когда человек например зависит от религиозного деятеля зависит именно зависит как наркоман от религиозного культа этот человек не является верующим это человек использует религию в своих личных целях решая свои психологические проблемы и когда происходят такие вот общения между так называемыми верующими во что-либо людьми нужно всегда задаваться вопросом то есть насколько этот человек в меняем насколько вообще человек понимает о чем он потому что верующие люди по-настоящему они никогда не будут начинать с клоки они не будут споры основывать и не будут ни на кого бросаться они никогда не будут осуждать и это очень непросто встретить такого человека и найти такого человека в сети это очень дорогого стоит потому что в основном религии прикрываются с целью оправдания своей агрессии своей личной ненависти потому что ничего кроме ненависти в основном нет вот и это очень и очень большая беда и это про тех кто как-то связан с религией а ведь большинство людей надо понимать подавляющее большинство с религией не связаны они больше связаны с этим миром с идеей материальных приобретений с идеей роста богатства поклонение деньгам золотому тельцу мамонне и когда вступаешь контакт с этими людьми здесь вообще все очень жестко здесь плюс в том что ненависть и агрессия не является чем-то скрытым заувалированным напрямую человек сразу показывает свое истинное лицо и то что он у себя представляет факту на самом деле что с этим делать вот я хочу чтобы мы с вами поговорили об этом сегодня может быть начали разговор на эту тему если вы посчитаете для себя это интересным понимаю что это сложно что ведуя себя не популярны не популистки не похожи на тех авторов блогеров которые вы видели в сети но тем не менее тема она существует и мне бы хотелось услышать и ваше мнение тоже а не только свое нет у меня задачи разговаривать с самим собой поэтому подписывайтесь на канал моралист оставляйте лайк ставьте лайк этому видео и давайте найдем найдем понимание в чем она где где выход из того нравственного тупика в котором находится сегодня человечество вопрос очень сложный вопрос не простой но я думаю даже само размышление рассуждение на эту тему уже дорогого стоит спасибо вам за ваше внимание спасибо вам за внимание спасибо вам за внимание Давайте drills Продолжение следует...